Привет, мои друзья! Я приболела, я очень себя плохо чувствую, подцепила инфекцию, возможно грипп, у меня температура. Очень хочу узнать, как можно быстрее встать на ноги, какие средства есть, чтобы не пить химию. Так как все-таки трое детей, надо быстрее вставать на ноги и с ними заниматься, уделять им время, с ними играть. Но сейчас я только могу лежать. Очень тяжело, спасибо моему мужу и спасибо моей Кристине, моей лучшей подружке в Лондоне. Она мне помогает, заботится обо мне. Но отвечу, конечно, на ваши вопросы, хотя бы поднять настроение. Вы всегда меня поддерживаете во всем, и мне от этого становится очень приятно и легче. Вы хотели спросить, как я загораю. Я против солярия, я категорически туда не хожу, чтобы не испортить свою кожу, не появилась пигментация, не дай бог рак кожи, преждевременное старение. Нам это все не нужно. Я пользуюсь таким вот спреем. В Москве, я не знаю, где он продается вообще, в России. Я его купила в Лондоне, и очень им довольна. Его, когда наносишь, ты сразу видишь цвет, он сразу проявляется. Ты можешь сразу определить, какой степени загара и тона ты хочешь быть. Один раз нанесешь, подождешь чуть-чуть и высохнешь. Второй тон. Можно быть очень прям шоколадного цвета. И редко кто может понять, что ты нанесла спрейтан. Возможно, некоторые даже думают, о, в Сан-Тропе отдохну, в Дубае или еще где-то. Очень хороший. Держится 5 дней. Не смывается. Чуть-чуть, может быть, пачка первые 2 часа одежды. Я очень довольна. И нету вот этого вот ужасного запаха автозагара. Его здесь нет. Вот попробуйте, если найдете в Москве. Я думаю, вам очень всем понравится. Ну, волосы, я уже вам говорила, я укладываю Джосс Эпер фирма. Ее заказывала я тоже в интернете. В Лондоне свободная продажа. В Москве, я думаю, что тяжело достать, особенно в России. Но есть интернет-магазин, посмотрите в Гугле. Напишите в Гугле фирму, размер плойки. Если хотите очень кудрявые локоны, то 20 мм. Если потолще, то 32 мм. Они будут более натуральны. Также средства Альфа-Парк. Вы заказываете тоже в интернете. Можете найти в интернете в Гугле. Также написать название, и он вам выдаст интернет-магазин. Или на ebay можно покупать. Там и заказываю я. Или на Амазоне. Но Амазон это только в Европе. Дальше вы хотели узнать мой распорядок дня. И очень тяжело рассказать, потому что он постоянно меняется. Но в общих чертах. Сейчас у нас были каникулы. Конечно, я могла поспать подольше. До 8 до 9 часов. Но у нас 4 сентября школа. Да, в Лондоне мы идем не 1 сентября. У них нет такого понятия 1 сентября. Мы начинаем 4 сентября. И каждая школа начинает по-разному. Кто-то позже, кто-то раньше. Маленький ребенок у меня идет в детский садик, который пришколит. Мне будет легче сразу завозить всех детей в одно место. Ну, мы просыпаемся... Я просыпаюсь в 7 утра. Привожу себя в порядок. Умываю лицо, чищу зубы. Делаю маски, пилинги. Накладываю крем. Чуть-чуть косметики. И готовлю завтрак. И поднимаю детей в школу. Мы завтракаем. В 8.20 мы уже готовы выходить. Едем в школу. Пока дети в школе, я могу посвятить свое это время работе. Заехать в фитнес-центр позаниматься. Также сварить суп, если я с вечера не сварила. Встретить своего мужа. Или с мужем пообедать. Если он раньше закончил. Забираю детей из школы. Где-то в 4 часа. Маленькие пораньше. Садиков в 3. Мы также дома ужинаем. У нас как... Не ужин, а ланч перед ужином. Потому что после школы приходит голодный. Потом идем на улицу погулять. В хорошей погоде. Встречаем папу. Играем в футбол. Потом у нас ужин. Мы ужинаем. Грилем либо на балконе. Либо делаем котлетки. Они мне помогают. Либо пельмешки. Все подключаемся. Все весело проводим. Время. И, конечно, в 8-9 часов мы уже ложимся спать. Вот такой вот какой-то у нас распорядок дня. День прилетает очень быстро. Не хватает мне 24 часов. Стараемся все успеть. Все сделать. Дальше у вас был вопрос ко мне. Как сохранить уют и теплоту в доме? Конечно, я как женщина, я как мама, я это все понимаю. Что забота о детях это на мне. Муж, когда приходит с работы, он так уставший. Ему, конечно, хочется и отдохнуть. Хочется, чтобы жена была улыбчивой. Мы его с детьми радостно встречали. Тяжело мужчинам осознать, что когда они приходят с работы, встречает его жена, где одни претензии. Вот это надо сделать. Тут шуруп привинтить. Там хлеб купить. С детьми куда-то сходить. И он приходит, у него сразу на работе может быть неприятность. Там дома столько дел. Поэтому иногда мужья и уходят, не выдерживая такого ритма жизни. Поэтому я ограждаю нашу семью. Я стараюсь быть мамой. Стараюсь все проблемы по мелочевке решить сама. Стараюсь всегда хорошо выглядеть, быть счастливой. Даже, видите, я болею, но я держусь. Как-то я смогла встать, приготовить обед, встретить его довольны. И даже забыла сказать, что я болею. Я просто легла аккуратненько в кроватку. Сказала, чтобы он поиграл с детишками. Потому что я очень устала. То есть, не надо себя делать жертву, что мы столько женщины бедны на себя берем. Сами выбрали этот путь. Сами так делали. Следующий у вас был вопрос про мои брови. Брови, да, я делала татуаж 5 лет назад. Сейчас я уже отрастила свои. Перепробовала всякие карандаши, которые для роста волос. Для роста бровей. Если честно, я вам даже не могу порекомендовать. Я столько всего попробовала. У меня там была такая горячая смесь, жгучая. Что именно помогло, я не знаю. Но действительно помогло. То есть, сейчас я их только подкрашиваю. Татуаж уже не делала. Конечно, мне больше нравятся натуральные брови. И если делать татуаж, то только волосковым эффектом. Не забивать, когда, как говорили, брови у Насти волочковой. Не хотелось бы такого. Зубы я делала. Делала не отбеливание, а реставрационное осветление зубов. В Москве Royal Dent клиника. Там очень хороший доктор Артем его зовут. Я вот фамилию точно не помню. Это не винир. Это новая технология американская. Когда на зубы одевают такие пластинки. Знаете, как наращивание ногтей. Процедура стоит недорого. Один зуб от двух с половиной тысяч до трех. Делается только зона улыбки. Можно ходить до 10 лет, до 15. С ними ничего не бывает. Можно их снять, ходить со своими зубами. Просто когда ты уже сделал белые зубы, конечно, ты уже со своими не захочешь ходить. Хотя они у тебя тоже могут быть белые. Но все равно такой белизны натуральных зубов не бывает. Почему я это сделала? Я, наверное, первый, кто на это решился. У нас в Москве я увидела рекламу. Сразу туда побежала. Я делала осветление зубов. Очень часто. Мне все время хотелось белые зубы. Так красиво казалось. И я доделала, что у меня стало ужасно чувствительные зубов. Я не могла пить ни холодные, ни горячие. Да, я делала всякие процедуры, чтобы улучшить зубы. Но все равно потом мне сказали, отбиливание делать нельзя. Но я люблю выпить, может, и кофе, и ягоды ем красные. Черешню люблю. Все может тоже окрашиваться. Конечно, мне хотелось иметь белые зубы. Поэтому я нашла альтернативу. Royal Den, Артем, реставрационное осветление зубов. Поверьте, вам зубы не стачивают, ничего с ними плохого не делают. Это не реклама. Это то, что сделала я уже 6 лет назад. Никаких проблем у меня с ними потом не было. И мало того, что сначала я их сделала не таким белым цветом. Потом я их переделывала. Мне снимали. Я ходила со своими зубами. Все нормально. И цена самая главная тоже нормальная. Я, по-моему, отдала 18 тысяч за свою зону улыбки. То на остальные вопросы я вам отвечу чуть-чуть попозже. Все-таки пойду я полечусь. Пополоскаю горлышко. Напишите мне, пожалуйста, как быстро встать на ноги. Что лучше сделать. У меня температура. Все заложено. Не чувствую никаких запахов, никаких вкусов. Поэтому теперь жду от вас помощи. Спасибо большое. Пока.